Сочи всегда отличался непредсказуемой погодой. За последнее время предотвращено 20 возгораний, которые могли бы привести к обширным лесным пожарам. Ежедневно работают более 70 мобильных групп и 16 патрульно-маневренных. Перед администрацией Центрального района сегодня развернулась мини-выставка спецтехники. Квадроцикл используется для маневренных групп, для тушения лесных пожаров. А в эти дни в Сочи, по прогнозам, ожидаются сильные ливни, гроза и формирование смерчей над морем. Возможен сход с силой, резкий подъем уровня воды в реках. Глава города объявил режим повышенной готовности всем автолюбителям и руководителям предприятий всех форм собственности. Без экстренной необходимости рекомендуется отказаться 23 августа от использования автотранспорта. И так наисложнейшая ситуация на дорогах. И дождь, он ее просто усилит. Но мы прекрасно понимаем, что ливневые дожди, которые мы ожидаем завтра, они просто будут сдерживать движение транспорта. Естественно, я отдаю команду. И сегодня в КЧС мы пропишем все необходимые мероприятия, которые нужно сделать. Прежде всего, это ливневки чистить. Все городские службы перейдены на усиленный режим работы. Штормовое предупреждение будет действовать на курорте до утра 24 августа. Уважаемые жители и гости нашего города. Рекомендуем вам воздержаться от поездок на природу, особенно в устье рек. И необходимо убрать автотранспорт слизистых участков. Не выходить в море на маломерных судах. Воздержаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости, дабы не затруднять работу и оперативных служб. Воздержаться от походов в горы. Глав сельских округов отпустили с планерного освещания, чтобы они на месте начали проводить профилактическую работу с населением. Непогода продержится только два дня. А уже 26 августа в преддверии нового учебного года запланированы субботники. Они пройдут во всех районах Сочи. Ответственным назначен первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Отдельно коснулись темы защиты зеленых насаждений. И если скверы и парки, городские территории, за которые отвечает муниципалитет, радуют глаз зеленой кроны, то на придомовых территориях собственников управляющие компании допускают преступную халатность. Там деревья оккупировала белая американская бабочка. Обрабатывать зеленые насаждения и предотвращать распространение карантинного вредителя должны в два этапа – в июне и в августе. Управляющие компании, многие из которых проигнорировали данную работу, за такую бездеятельность их ждут штрафные санкции. Управляющие компании как-то несерьезно подходят к этому вопросу. Естественно, на всех управляющих компаниях будут составлены соответствующий административный материал с вынесением штрафов и выдачей предписаний о необходимости заключения договоров на проведение обработок. Более того, за каждое погибшее дерево тоже ответственность ложится на управляющие компании. В случае гибели зеленых насаждений или серьезного повреждения свыше 50% кроны будет рассчитан ущерб, нанесенный зеленому фонду города. Штрафы там, ущербы рассчитываются по краевому закону, и они достаточно серьезные. Если жители Сочи обнаружили на своих придомовых территориях на деревьях американскую белую бабочку, то они могут сообщить об этом на номер телефона 2-41-81-49 или отправить сообщение с фотографией в WhatsApp на номер 8-918-903-08-60. Организовывайте бригады мониторинга все домовые территории, буквально всю городскую среду, все скверы парки, ну вообще все-все-все по этой бабочке. И сегодня же глава города представила на планерном совещании нового старого начальника управления по образованию науки Ольгу Медведеву. Она оставила пост краевого министра образования и вернулась в Сочи на прежнее место работы. Елена Авсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.